Хей, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. Мы вернулись к нашей норе из мира моими глазами, и в прошлой серии вместе с Хейли и Коннором она отправилась на выпускной. И как вы помните, выпускной прошел очень даже неплохо, вы же помните, что было под конец серии с Марлоном? И сейчас на часах 3 часа ночи, в воскресенье, вместе с Хейли и Коннором она вернулась домой, а также почему-то Кэтрин решила пойти выбросить мусор в 3 часа ночи, а может быть это был повод выйти на улицу, выбросить мусор и посмотреть, где же ребята? 3 часа ночи, уже домой пора возвращаться. В общем, у нашей норы просто прекраснейшее настроение, она, конечно, трошки устала, но мы сейчас ее отправим отдыхать, и я предлагаю глянуть, чем занимаются остальные члены нашей семьи. Итак, мы с вами видим, что Кэтрин в отличном настроении решила пойти выбросить мусор, знаете, она так смотрит, я знаю, что выпускной прошел хорошо, я прекрасно это знаю. Малыш Кевин, я смотрю, что тоже еще не спит, куда ты смотришь? Ты смотришь на нашу полунычку? Так ее еще нет, к сожалению, еще не созрело. Подождите, а тут же вроде как еще было одно растение, или же нет, или же я что-то путаю. Тут у нас тоже вроде что-то росло. Так, видимо, какой-то очередной гость пришел и все у нас как обычно пособирал. Наши гости, знаете, такие, вообще ребята нормальные, приходят к нам, такие, ой, у вас тут что-то растет, ой, я пойду заберу, мне же тоже очень надо. Значит, здесь у нас Валери, мы ей мешать не будем. На улице никого, кто картину не дорисовал, нам срочно нужны картины. У нашей Норы очень скоро будет день рождения, как вы понимаете, нам же деньги нужны. Деньги, деньги, деньги. Опускаемся пониже, посмотрим, что у нас на втором этаже. Я смотрю, что Артур вроде как тоже в неплохом настроении, он так смотрит на Кевина. Почему малыш еще не спит? Сейчас я как поймаю, сейчас я тебя как спать отправлю. Но здесь у нас, как обычно, грязно. Надеюсь, когда-нибудь у нас тут будет все-таки чисто постоянно. Я, я, на. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну и понятное дело, что Нейтан какой-то серьезный, выходит из комнаты Джоди. А где Джоди? А Джоди опять за компьютером сидит. Между прочим, она ходила на работу. Я надеюсь, что у нее все было в порядке, хотя она какая-то, ну, очень грустная. Смотрите, какая она грустная. Зато маникюр какой классный. Кстати, сегодня мы будем отмечать день рождения Кевина. Я думаю, что вам уже тоже интересно, как же он будет выглядеть, когда станет старше. Ну что, ребят, давайте будем переходить в игру. Наши ребята очень уставшие. Кстати, обратите внимание, что Хейли, что Конор, они просто в ужасном настроении. Ну а у Норы, как видите, все прекрасно. Посмотрим, что у нее по показателям. Она хочет пойти принять душ или ванну. Давайте мы ее, наверное, отправим принять в ванну, пока там свободно, пока никого там нет. Потому что, как вы знаете, наши симы очень часто забегают в ванну и все. И все. И потом никто не успевает пойти помыться. Нет, они идут в одно место, ребят. Ладно, отправляем тебя наверх. Иди, пожалуйста, здесь помойся. Я надеюсь, что никто не отправляется. Ты же не идешь в ванну принимать. Нет, фух, я уже спокойно. Кстати, что у нас тут? Выбросить мусор. Блин, надо выбросить мусор. Но это надо идти... А что такое? Ты не хочешь туда идти? Ладно, прими ванну здесь. Не-не-не-не-не. Слушай, хорошая моя, я понимаю, что втроем здесь постоять это очень круто. Иди, пожалуйста, сюда. Давай, иди сюда. И здесь прими ванну. Да я понимаю, что ты хочешь принять ванну. Ты кому рассказываешь? Это Хейли или ты своей матери это рассказываешь? Ребята, почему сюда пришла Валерия вообще? Иди сюда. Вот, наконец-то она меня услышала. Наконец-то. То есть у нас никто спать не ложится в воскресенье в 4 часа. А зачем? Не-не. Мы спать не будем. Мы лучше пойдем. Потусим в коридоре, прямо в прихожей. Здравствуй. Что ты нюхаешь? Меня нюхать не надо. Я знаю, что у меня очень приятные духи. Но все время меня нюхать точно не надо. Мне кажется, что... Так, давайте-ка мы, наверное, не будем ей мешать. Мне кажется, что Джоди, в принципе... Кстати, чего-то тоже очень... Ребята, подождите, подождите. Стоять. Подождите. Кому только что сделал Артур? Он сделал Кэтрин или Джоди? Ребята, как вы думаете? Я просто просмотрела. Мотните назад, посмотрите. Мотните, пожалуйста. Потому что я сейчас мотнуть просто никак не могу. Он кому-то поцелуйчик послал. Но судя по тому, что Кэтрин вроде как никак не среагировала, значит, наверное, все-таки он послал Кэтрин поцелуйчик. Но это как-то так странно выглядело. Прям очень странно. А почему никто не ложится спать? Скажите мне, пожалуйста. Почему никто не ложится спать? Ладно. Не хотите, как хотите. Мы с вами будем отправлять нашу Нору отдыхать. Значит, давайте заглянем с вами сейчас в календарь. Сегодня у нас воскресенье. День рождения у малыша Кевина. Как я вам уже говорила, почему-то какие-то сбои с этим календарем. В общем, почему-то у нашей Норы день рождения должен быть аж в пятницу. Но я думаю, что мы его все-таки отметим в понедельник. Ну, потому что это как-то реально странно, что он так перенесся. Мне кажется, уже всем интересно, какой же будет наша Нора, когда она подрастет. И она поступит же в университет, как вы понимаете. И у меня уже есть кое-какие планы касательно университета. Но я вам пока что ничего не расскажу. Ну что, ребята, а вы чем занимаетесь? Они стоят разговаривают, понимаете? Вместо того, чтобы уложить малыша спать, они решили... А укладывать мы не будем, мы лучше... Ребята, они ругаются. Представляете? Я вам уже говорила, что, скорее всего, Валери переедет вместе с Норой из этого дома. Потому что, вы видите, у них постоянно какие-то ссоры, споры. Ну, и я не думаю, что Валери захочет здесь оставаться. Скорее всего, она... Ну, скажешь, все, извини, давай поживем отдельно. Мне надоело, что ты все время так себя ведешь. И, в общем, у нас с тобой не складываются отношения. Потому что, вы видите, Нейтан постоянно кричит на Валери. И теперь понятно, почему она все время такая, знаете, то расстроенная, то рассерженная. Вот видите, он пошел играться с малышом Кевином. То есть, он покричал на Валери и такой, все, я пойду играть с ребенком. Мол, делай, что хочешь, занимайся, чем хочешь. И, конечно, я думаю, что Валери это очень сильно обижает. Что с Нейтаном у них в итоге, понимаете, такая вот сложилась странная ситуация. То есть, по сути, изначально у них действительно все было хорошо, пока они не переехали в этот дом. Кэтрин уже не помнит, когда ее партнер проявлял к ней романтические чувства. Возможно, это паранойя или тревога, или даже интуиция. Но Кэтрин постоянно задается вопросом, чем занимается ее партнер. Ребята, вот! Вот оно что! Значит, он все-таки слал сердечки Джоди. Слушайте, у нас там прям детектив такой выстраивается с этими сердечками. Вот оно что! Вы представляете, какая Джоди? То есть, она приехала в эту семью. И получается, сначала разрушила отношения Валери и Нейтана. А теперь разрушает отношения Кэтрин и Артура. И вы посмотрите, какая она самодовольная такая. А я все могу! А я могу разрушить отношения! А вы мне ничего не сделаете! Я же такая на вид хорошая! И никто не поверит, что я могу что-то разрушить. Вы представляете, как неприятно? Вы представляете, как у нас вообще закрутился сюжет с этой Джоди? Кто бы мог подумать, почему у нас тут воняет? Ну, почему здесь не выброшен какой-то продукт? Я даже не знаю, что здесь готовили. Ну, это какие-то же хитти. Кэтрин! Может быть, тебе... Посмотрите, как плохо Валери. Мало того, что ее бесит, что здесь грязно. Кэтрин тоже бесится! Я понимаю, что, знаете, у Кэтрин вроде как выдержка была, ну, ого-го какая. То есть, она старалась и как-то Валери поддерживать, хотя у нее были свои претензии. И Джоди. Но вы представляете, как ее это достало? Смотрите, она кричит на Валери, а Валери только улыбается такая. А я пошла! А вы можете кричать сколько хотите, а я пойду кормить малыша. А мне все равно, что вы там говорите. Представляете, какой ужас! Вы мне скажите, почему Кондор не отправился отдыхать в игре? 24 часа? Нет, ребят, вы что-то перегнули. Я так много не сижу сейчас за компьютером. В общем, Кэтрин... Подождите, а Кэтрин вообще в курсе, что ее никто не слушает? Тебя никто не слушает, прости, пожалуйста. Смотрите, как она злится. Она, наверное, думает, блин, был чистый, красивый, ухоженный домик. Никого здесь не было. Иногда приезжала внучка. Нет, сейчас у нас тут грязь, там грязь. Никто не моется, постоянно что-то портится. Огромные щита! Посмотрите, как она... Ребят, а с кем она вообще разговаривает? Ребята, а с кем разговаривает Кэтрин? Или она просто пытается успокоиться? Подождите, что она делает? Тут вроде зеркала нигде нет. Ну, давай посмотрим. Ну, зеркало вообще-то здесь. А Кэтрин здесь. Вам не кажется, что у тебя якусь дывну? Ты чего себя так ведешь? Ну, ладно, все, успокойся. Только не смей воровать растения. А, ты не будешь воровать. Загляните в чайпитие. Да ладно, а мы никогда не заглядывали. Посмотрите, какая она сердитая. Она уже на куст наорала. На всех наорала. Это просто какой-то ужас. Значит, никто, я так смотрю, в эту спальню особо не... Ребята, в этой спальне чисто! А почему здесь чисто, а на втором этаже грязно? Это что за дискриминация по этажовому признаку? Это же не честно. Ой, да ладно. Вы пос... Так, ребята. Вы посмотрите, как они учатся. Вы посмотр... Третье, как они учатся. Он пытался, ребят. Ну, по крайней мере, Конор пытался что-то починить, но, видимо, ему это не удалось сделать. Идите, пожалуйста, отдыхайте. У нас сегодня день рождения. День рождения. Понятное дело, что кто будет готовить? Попробуйте угадать. Понятное дело, что все будет готовить наша хорошая Нора. Поэтому нам нужно будет какой-то тортик испечь или еще что-то. Так что, пожалуйста, ребят, давайте мы трошечки ускоримся, потому что все-таки 7 часов утра. Хотелось бы, чтобы Нора смогла хотя бы до 9 проспать, я не знаю. А мы с вами посмотрим, куда идет Артур. Куда ты ходишь? Такое ощущение, что он специально пытается пересекаться с Джоди. Слушайте, а может быть Артуру действительно нравится Джоди? Я думаю, что когда наша Нора будет переезжать, мы с вами обязательно посмотрим на взаимоотношения между персонажами. Вам же точно интересно, как и у кого испортились или улучшились отношения? Потому что лично мне очень интересно. Вы не представляете, весь проект не смотреть. Я вам серьезно говорю, я не подсматриваю. Мне было бы просто неинтересно увидеть, как у них там что. Ну и потом просто знать, как у них что складывается. Я не знаю, нет, я вообще понятия не имею. Зато смотрите, у Джоди, видимо, совесть проснулась. Я лучше не буду разрушать хотя бы в этой ванной комнате кран и пойду лучше его починю. Что ты делаешь? Ты пошла еще и поубирать? Да ладно, ребят, вы представляете? Она еще детальки пособирала. Ну, в общем, я смотрю, что, конечно, Джоди с одной стороны... Ну, правильно, где тебе еще читать? Тебе же надо сесть почитать у малыша. Мы с вами должны сейчас какой-то тортик приготовить. Понимаете, в чем проблема? У нас тут вроде как и малыши есть в городе, но Джоди никогда никуда своего малыша не водила. Не погулять, ничего. Поэтому, к сожалению, строить какой-то правильный... А кто это такой? Дилан Сигвард? Ну, он взрослый, блин, облом! А ты кто? Хейли Миллер? Ну, тут какие-то разговоры, мы не будем им мешать. В общем, к сожалению, малышей у нас знакомых нет практически. Давайте посмотрим. Может быть, у Норы кто-то есть. Но мне кажется, приглашать кого-то незнакомого Кевину будет как-то трошки странно. Но, по-моему, у нас никого нет, если я не ошибаюсь. У нас только взрослые, есть помладше, постарше. Да, у нас есть знакомый Мишка. Ну, тогда, значит, мы просто отметим день варенья малыша. И затем, я думаю, что наша Нора захочет встретиться со своей подругой. Потому что им уже нужно планировать переезд в общежитие. Я думаю, что она будет только рада куда-то переехать. Значит, видите, малышей у нас нет. Но тогда мы будем поднимать нашу Нору. Пойдем готовить. Хотя нет, наверное, сначала тебе нужно зубы почистить. Нет, у нее вроде бы все с гигиеной, с туалетом. Гуд. Давайте пойдем готовить. Значит, она должна приготовить... Кстати, к кулинарии у нее уже пятый уровень, представляете? Радужные, шмадужные. Нет, это нас не интересует. Зимний торт. Кстати, может быть, нам зимний тортик приготовить? Я, честно говоря, не помню. Можно ли там для этого зимнего тортика эти самые свечки встать? Ну, вроде как можно. Знаете, что самое интересное? У меня складывается впечатление, что никто из членов нашей семьи спать сегодня ложится. Не собирается. Вот мы вернулись домой в три часа ночи, никто не спал. И до сих пор, по-моему, спит только одна Кэтрин. А ни Валери, ни Нейтан, ни Джоди. И тем более, вон, я смотрю, что вроде как Артур тоже спать не собирается. Кстати, а почему Хелли не отправилась отдыхать? Странно как-то. Мне кажется, что им желательно по воскресеньям хотя бы высыпаться, потому что завтра понедельник, завтра день рабочий, и всем нужно будет на учебу, на работу. А если они опять отправятся, как вареные сардельки, то это будет, конечно, очень приятно. Ну что, как там? Смотрите, какой красивый тортик она приготовила. Слушайте, мне нравится, как он выглядит. Давайте добавим свечи. Все-таки я была права, и свечи можно добавить. И мы скоро с вами будем будить малыша, и он должен будет задуть свечи. Нейтан, ты о чем рассказываешь, Хейли? Ребят, вы слышите, что кто-то поет? А кто поет? А где кто поет? А-а-а! Подождите, ребята, ребята, подождите. Джоди поет перед зеркалом и думает о Нейтане. Она не может решить, кто же ей больше нравится. Подождите, а как это так совпало, что у нее сердечки сейчас полетели, и у него сердечки, у них уже что, какая-то связь невербальная, что ли? Или как это вообще теперь называется? Слушайте, такое ощущение, что Джоди действительно не может решить, кто же ей нравится больше. Ей нравится Артур или ей нравится Нейтан? Или ей нравится режиссер с работы? Потому что я помню, что у нее там вроде тоже с коллегами что-то было. Значит, мы с вами свечки добавили. Давайте посмотрим, где Кевин. Кевин пока что отсыпается, мы, наверное, его трогать не будем. А нашу Нору мы попросим, наверное, все-таки что-нибудь скушать. У нас же хоть что-нибудь есть в холодильнике. Скажите, что у нас есть хоть какая-то пища. Скажите, что у нас холодильник не пустой, хотя бы кусочек пирожочка остался. Это что такое? Это что такого странного, трошки, цвета? Это вообще свежий какой-то продукт. А ну давай посмотрим, что все-таки. Ты кто? Мы не знаем, кто ты такой, но вообще похоже на какой-то этот. Пончик. Ну, скорее всего, это и есть пончик. Значит, мы должны будем сейчас разбудить все-таки малыша. Я думаю, что где-то около 12. Кстати, домашнее задание. Не хочешь делать домашнее задание? Давай ты сделаешь лучше домашнее задание, потому что все-таки в понедельник мы отправляемся в школу. А после школы у нас будет тусовка. У нас будет такая вот прям супер-пупер-мега-гипер-тусовка. И понятное дело, что хотелось бы последний день в школе все-таки, знаете, как-то отметиться... Ну, хорошо. То есть, может быть, ответить на занятиях и сдать все домашние задания. Ну, чтобы нам сказали, вы такая умничка, молодец. И поступайте в университет. Кстати, я уже знаю, на кого будет поступать наша Нора, но я вам пока не скажу. Я перебрала несколько специальностей, которые, ну, скажем так, меня заинтересовали. Хоакин, вы не очень умеете торговаться. Позвольте мне сопроводить вас на блошиный рынок. Слушайте, а может быть, пока малыш спит, с Хоакином съездить на блошиный рынок? А почему бы и нет? Вы же помните, что с Хоакином у Норы были трошки странные отношения, они познакомились на вечеринке, и он ей периодически пишет, звонит, и, может быть, между ними все-таки когда-то что-то будет, потому что с Марлоном пока что непонятно, какие будут отношения. Кстати, а кто сюда приехал? Сюда приехало достаточно много персонажей, но вроде как пока что я никого знакомого не вижу, хотя, может быть, кто-то трошки попозже приедет. Я думаю, что Нора может поболтать с Хоакином. Подожди, я хочу с тобой поболтать. А затем, давайте, может быть, поднимем настроение, и не думаю, что есть смысл сейчас с ним флиртовать, хотя, опять-таки, ху-ноус, может быть, тут у нас что-то еще закрутится, если вдруг с Марлоном они разойдутся. И затем мы с вами сходим, что-нибудь себе купим, может быть, вот этот, например, светильник. И этот светильник мы заберем с собой в общежитие, знаете, это будет такой вот предмет, который Нора, допустим, решила забрать с собой. Кстати, у Джоди седьмой уровень в навыке игры на гитаре. Вы представляете, какая она у нас молодец, на гитаре сейчас поиграла. Ну, просто умница. И поет, и песенки сочиняет, и на гитаре играет. Ну, просто молодец и умничка. Так, я хочу посмотреть, что у нас тут такое интересное продается. О, пуфик, ребята, мне тот пуфик очень нравится. Музыка у нас играет. Можно пойти потанцевать затем. Слушайте, сколько стоит этот пуфик? 225. Ну, не знаю, нам влетит за то, что мы его купили или нет. Мне, например, нравится вот этот вот светильник. Мусор или клад. Давайте купим. Хотя, подождите. Я хочу купить светильник. А вот касательно вот этого вот пуфика, можно было бы, конечно, поговорить с продавцом. Узнать вообще. Может быть, вы на моего трошки дешевле сможете продать. Хотя, скорее всего, слушайте. А ну-ка, давай подойдем вежливо торговаться. Вежливо будем торговаться. Давай пойдем переговорим. Нора покупает предмет на полный светильник. То есть, мы его заберем с собой. И я думаю, что поставим у себя в комнате в общежитии. И мне кажется, что будет очень здорово. Это кто? Фиона? Мы Фиону с вами не знаем. Я бы купила какую-то фигурку. Прибавка к зарплате 1600, ребята! Я думаю, что, кстати, часть денег наша Валери заберет с собой. Я не думаю, что она переедет. Не. Нельзя купить подешевле? Можно. Давайте выберем себе какую-то фигурку. Можно выбрать какую-то фигурку, которая будет ассоциироваться с нашей Норой. Слушайте, ну, я не знаю даже, кого покупать. Мне все фигурки нравятся. Ну, давайте поближе их рассмотрим. Значит, у нас есть... О, вот такая вот есть фигурка. Мне вот эта девочка нравится. Она такая прикольная, с классной прической. Есть симпатичный робот, есть зомби. И вот такие вот классные фигурки. А можно вот такую? Слушайте, она на какого-то эльфика похожа. Блин, я не знаю, какую фигурку выбрать. И это мне нравится. Я не знаю. Давайте посмотрим, сколько они стоят. То есть, она стоит 65, 60. И это стоит 125. Давайте возьмем, может быть, вот эту. Линси. Мне нравится Линси. Берем Линси. И я хочу купить вот этот пуфик. Давайте возьмем... А кто к нам хочет подойти? Келли паникует. А почему Келли паникует? Давайте посмотрим. Келли, ты почему паникуешь? Я купила твою любимую фигурку? Да не паникуй! А мы, кстати, оказывается, с тобой знакомы. Давай мы тебе расскажем невероятную историю, чтобы ты еще трошки попаниковала. А затем пойдем купим пуфик. Я хочу этот фиолетовый пуфик. Мне кажется, что этот фиолетовый пуфик идеально подойдет к нашей комнате. Потому что у нас будет с вами классная комната. Но я вам пока ничего рассказывать не буду. Вы узнаете трошки позже. Можно потом пойти, конечно, что-нибудь выпить. Можно пойти... Например, кстати, давай посмотрим, что у нас там еще интересно продается. Можно пойти спеть в караоке. Но я не знаю вообще, Хуакин уже ушел, не ушел. Наверное, он в караоке отправился. Давай, может быть, туда вот сходим. Может быть, закажем что-нибудь перекусить. А ну-ка, давай посмотрим, заказать еду. Давайте кари закажем. И можем потом с кем-нибудь еще тут поболтать. Так, кто у нас тут есть интересный? Ты кто? Хиллари. Ну, с Хиллари болтать, наверное, смысла нет. У нас тут знаменитости, видите? У нас тут приехали всякие популярные звезды. Но нас звезды особо сейчас не интересуют. Жалко, Марлона здесь нет. Ну, наша... Ой, все уже валятся с ног при виде знаменитости. Видите, Марлон, кстати, на удивление, почему-то не захотел приглашать на блошиный рынок нашу Нору. Видимо, у него сегодня какие-то свои планы. Хотя в воскресенье... Мне кажется, что он мог бы провести время с нашей Норой. Ну, нет и нет. Ух ты, ребята, Дон Лотарио тут ходит. Может быть, мы... Вежливо... Слушай, а как мы еще можем? Ну, только вежливо. Предложить обмен коллекционными предметами? Нет, не хочу. Я не отдам свою фигурку. Давайте вежливо попробуем с ним познакомиться. Потому что он тут ходит, стреляет глазками, смотрит на различных девушек. И, может быть, он положит глаз на нашу Нору? Странно, что Хуакин как-то сюда не возвращается. Показатель... Ой, смотрите, хорошие манеры. Я вам говорила, что она у нас будет девочка очень и очень... С хорошими манерами. Ребята, ей срочно нужно в туалет. Бегом! Бегом! Кстати, Нора, получается, не очень любит, когда вокруг много персонажей. Слушай, может, ты оставь это, Карри? Оставь Карри, потом будешь с Доном знакомиться. Ну, куда ты села? Оставь Карри и уходи оттуда. Значит, здесь у нас, кстати, есть саванна. Можно было бы с саванной поговорить. А, так, ребята, Хуакин отправился петь. Может быть, пойти спеть с Хуакином? Может быть, пойдем споем? Дорогая, я тебе сказала идти в туалет. Все, бросай ты это, Карри. Ну, трошки осталось, ничего страшного. Беги, я тебя прошу. Давайте мы ее ускорим, потому что сейчас можно так опозориться. Представляете, девочка сейчас, если не добежит до туалета, то это все. Это будет полный капец. Ну, давай обойдем так, давай так обойдем. Давай быстрее, пожалуйста. Затем пойдем споем с Хуакином. Ну, не знаю, есть вообще смысл с ним время проводить. Хуакин действительно такой, трошки странный. Вон, видите, он пошел общаться с барменом, петь в одиночку. Ты не хочешь это делать? Давай иди сюда. Да, мне кажется, что когда ты увидишь, что там меньше персонажей, потому что все-таки на рынке, полным-полно народу, нам это неинтересно. А мы как раз с вами уже закупились, нас уже больше ничего не интересует на рынке. Давайте пойдем споем дуэтом кантри с Эви и Тревзом. А почему нельзя спеть с Хуакином? А Хуакин с нами петь, значит, не хочет. Ну, ладно, давай пойдем обсудим интересы с ним. Я не хочу, чтобы наша Нора сейчас с ним флиртовала. То есть она специально сама с ним флиртовать не будет. Если он захочет с ней пофлиртовать, ну, окей. Ой, они решили здесь поболтать? Ну, хорошо. Ладно. Давай здесь поболтаем. Я сяду специально на отдельное кресло, чтобы ты ко мне не приближался слишком близко, пока мы с тобой особо не знакомы. Давайте поднимем настроение, душевно поговорим и заодно понаблюдаем. Все-таки будет Хуакин ей строить глазки? Вообще, с какой целью ты пригласил сюда нашу Нору? Я очень ценю время, которое мы проводим вместе. Мы еще сильнее сблизились? Нора, серьезно ли? Сблизились? Нет, ну, может быть, он, конечно, станет ее хорошим взрослым другом, но он как-то, знаете, на нее дружки странно поглядывает. А может быть... Это он намекает. Детка, садись ко мне поближе. Садись, я тебе спою серенаду свою. Ребята, я уже собиралась Нору отправлять домой и у нее появился вот такой вот значок. Это как называется? Это называется на выпускной сходили и... Неужели Нора беременна? Ребят, да ладно? Да ладно? Как думаете? Она беременна? Она же... С Марлоном... Ну, вроде как, они же... Ну, вроде как, так не должно было быть. Ребят, а у меня идея появилась. Если Нора беременна, то когда они вместе с Валери переедут, я думаю, что Валери с огромным удовольствием будет смотреть за малышом, пока Нора будет учиться в университете. Согласитесь, идея вроде как неплохая. Но пока что мы с вами до конца не знаем, все-таки Нора беременна или нет, и поэтому сейчас мы отправимся отмечать день рождения Кевина. И, кстати, Нейтан вернулся домой с работы. А нам не нужно счета оплачивать, давай посмотрим. Нет, вроде как нам ничего не нужно оплачивать. Нужно пойти задуть свечи. Пожалуйста, Артур, не трогай тортик. Не трогай тортик. Помочь задуть свечи, помочь Кевину. Ты не можешь, да? Ладно, давайте переставим. У нас тут вечные проблемы с этими тортиками. Как их нужно поставить? Куда их нужно поставить? Ну, хорошо, сейчас можно их задуть? Или нет? Только не говори, что ты не можешь... Фух, может. Я уже перепугалась, что у нас какая-то беда с тортиком. Ну что, мы с вами заходим. У нас в воскресенье уже 5 часов вечера, понимаете? Мы с вами планировали сегодня сделать что-то одно. В итоге нам позвонил Хоакин. Мы с вами купили мебель различную. И теперь мы должны отметить день рождения. Я надеюсь, что все пойдут вместе с Кевином отмечать день рождения. А это стоит себе здесь и улыбается, понимаете? Ну, Джуди все всегда прекрасно. Кевин, пойдем кушать вкусный тортик. Пойдем скушаем. Садовод. Ему нравится садоводство. Серьезно, прикольно. Говорят, вы и Дон Лотарио теперь... Подождите, она же, по-моему, даже не успела представиться Дону. Кстати, Эмбер нам написала. Можно было бы вечером встретиться с Эмбер, провести с ней какое-то время, потому что мы с вами знаем, что... Эмбер, что такое? А почему ты не хочешь... Ладно, подними, малыша, еще раз. Еще раз давай. А, ну да, Джуди же должна была отвлечь. А что ты готовишь? Он тоже решил торт приготовить? Ребята, а зачем Артур готовит еще один торт, если у нас уже один тортик есть? Кевин, пойдем. Пойдем. Ход дейдриминг у Конора? Вау, вот это поворот. Мы посмотрим, получится ли нам сегодня с Эмбер куда-то пойти, потому что, как вы видите, все-таки у Норы бодрость такая себе. Можно было бы, конечно, Эмбер к себе пригласить и просто время провести, например, вот в этом парке, потому что настроение, как вы видите, во-первых, у Норы отвратительное, а во-вторых, к сожалению, она должна все-таки выспаться. Она завтра отправляется на учебу, а после уроков у нее будет празднование дня рождения. Ой, мы с вами через стенку проходим. Мы проходим через стенку. Видите, у нас тут еще так грязно. Ну что, Кевин, раз, два, три, андейси, я тебя Конором не называла. Раз, два, три, четыре, пять. Пора взрослеть. И нужно будет, конечно, чтобы он потом отправился в ванну, но мы же за него играть не можем, поэтому, сори, тебе придется самому пойти принять ванну. Значит, мы можем теперь всех пригласить за стол. Я надеюсь, что малыш сейчас станет старше. Пожалуйста, игра. Я тебя очень прошу. Я надеюсь, что малыш глючить не будет. Вот видите, все, у нее бодрость упала, поэтому о каких прогулках вообще можно говорить? Какая она сердитая, ребята. Кевин взрослеет. Он у нас был очаровашкой. У него было общение на двоечку, поэтому давайте-ка мы, наверное, сделаем его светским львенком. И используем рандом. И он у нас меломан. Слушайте, как интересно. А вот и наш Кевин. Ну что, давайте-ка мы всех пригласим за стол. Мы что, с вами зря готовили? Слушайте, а где тортик, который готовил Артур? А куда он вообще делся? Где он вообще находится? Давайте откроем. Может, он его спрятал в холоде? Да, ребят, он приготовил. А это не он, это Нора. Подождите, а куда делся тот тортик? Или это был не тортик, который готовил Артур? Он что, приготовил тортик и бегом-бегом сам схомячил? Ну, мол, как бы ни с кем не буду делиться. Я хочу один-то все съесть. Давайте посмотрим, как выглядит Кевин. А Кевин, так знаете, посмотрел на всех. Такой дружке расстроенный. А, подождите, вот. Вот, он приготовил что это? Брауни, что ли? Шоколадное печенье из смеси. А почему ты тортик еще не приготовил? А, не хочет, видите? Видите? Валерия почему-то не захотела кушать этот тортик, который приготовила наша Нора. Она решила, что лучше я скушу вот это вот печенье. Мы сейчас должны все-таки Нору, перед тем, как она отправится отдыхать, попросить вот этот вот весь мусор повыбрасывать. И затем пускай она здесь пропылесосит. Потому что на первом вроде как чистенько, но на втором это какая-то полная печалька. Ну и, конечно, хочется, чтобы у нас тут было чуточку почище. Ребята, вы представляете, если она беременна? Вот это просто поворот, поворотище, поворотное. Потому что я это не планировала все-таки в этом проекте. Я думала, что, ну, даже если вдруг такое произойдет, оно произойдет в университете. Но получается, что просто их покатушки на вот этом вот колесе закончились. Вы понимаете, чем? Ну, опять, мы пока не знаем, закончились или нет. Может быть, она просто съела что-то не то. Вы видите, сколько у нас тут странных просроченных продуктов? Может быть, съела какой-то, не знаю, бутерброд пятинедельной давности. И все, малыш решил лечь спать здесь. Кстати, нам нужно будет поменять потом кроватку. Потому что все-таки, вы же понимаете, что Кевину уже та кроватка для малышей как бы не нужна. Поэтому нужно будет купить кроватку побольше. Но у нас есть 5700. В принципе, проблем никаких быть не должно. Но поэтому мы сейчас с вами все-таки Нору отправим отдыхать. Да, в 8 вечера я понимаю, что ей бы хотелось пойти где-то погулять. Но это Хоакин во всем виноват. Это во всем виноват Хоакин. Придется ложиться сегодня спать трошки пораньше. Ребят, у меня столько новостей, что я даже не знаю, с чего начать. Ну, во-первых, этой ночью Нейтан и Валери решили трошки по Вики Двимсица. Их застукала Джоди, она очень сильно расстроилась. И они все переругались. Затем у меня вылезла табличка о том, что Мэйби Валери беременна. Так что у нас может быть еще такой поворот. Во-вторых, Нора сделала тест на беременность. И она беременна, ребят. Она беременна, вы представляете? Ну, а в-третьих, к нам в школу приехал оборотень. Но я думаю, что это сейчас не так важно. Нора беременна. Я думаю, что сегодня она захочет, скорее всего, рассказать об этом Марлону. Но я думаю, что она расскажет об этом вечером. Ну, а пока что нам с вами нужно готовиться к экзаменам. Заходи, пожалуйста, в школу. Давай отправляйся вот сюда. На улице очень холодно. Поэтому давайте-ка мы попросим ее сесть вот здесь. И пускай она готовится к экзаменам. Кстати, а кто приехал на занятия? Значит, Марлон приехал. У нас также здесь есть Джейкоб. Хорошо, что у нас сегодня не полнолуние, ребят. Вот вы мне объясните, почему девочки в такой легкой одежде решили поиграть в мяч? Может быть, им стоит переодеться? Дорогая моя, давай-ка ты будешь готовиться к экзаменам. Переходим с вами к старшей школе. Готовиться к экзамену. Ребята, у нас сегодня последний учебный день. Ой, ребята, а куда это оборотень побежал? Оборотень, ты куда побежал? Только не говорите... А, он просто бегать отправился. А я-то думала, что он сейчас пойдет тут все крушить. Мне было бы жалко эту школу, если бы ее сейчас кто-то решил крушить. Ну что, ты готовишься? Потихонечку спасибо, что вы попшикали на мой стол. Большое вам спасибо за то, что вы попшикали на нашу тетрадку. Теперь она вся мокрая. Я вижу, что у нас тут музыка, игра, директриса туда-сюда ходит. Главное, нам с вами сегодня ничего не прогуливать. И, между прочим, Нора не успела ни в туалет нормально сходить, ни принять душ. Поэтому я думаю, что давайте посмотрим, где у нас дамский туалет. У нас дамский вот здесь. Мы сейчас ее попросим. Так, никаких упражнений. Сходи, пожалуйста, в туалет и затем, пожалуйста, пойди прими душ. Заняться в уху с Марлоном, вы представляете? Ну, кстати, самое интересное, что Марлон даже не обратил внимания на нашу Нору. Может быть, он очень был занят тем, что он на кого-то уже наезжал, потому что, вы видели, он там уже с кем-то скандалил в самом начале. Но, честно говоря, это выглядит трошки странно. Пойди, пожалуйста, в туалет и затем... Спасибо. Чувствую, что мы в душ уже с вами не отправимся. Ну, ладно, будем отправляться на занятия. Смотрите, он вообще на улице стоял все это время. То есть он даже в школу не заходил как-то. Это очень и очень странно. Ну что, нам нужно отправляться... Класс! С нами вместе сейчас будет оборотень заниматься. Ребята, вы представляете? Давай отправляйся на урок по математике. Если сейчас тебя поймают, то это будет прям пипец. А вы кто? Дамочка, а как вас зовут? Бетти Клиффорд? Здравствуйте, Бетти. Мы вас видим первый раз. Быстрее, дорогая моя. У тебя осталось 10 минут. Смотрит на всякие плакаты. Садись. Садись, пожалуйста. Садись, все. Нас теоретически сейчас ругать не должны. Мне нравится, что с нами оборотень. Ребята, вы представляете, какой у нас тут интересный класс получается? Между прочим. А где Марлон? Я надеюсь, что он не прогуливает? Нет, он не прогуливает. Смотрите, прям здесь уселся. Это хорошо. Значит, больше вроде как я прогульщиков не вижу. Нет, ребят, у нас тут... Куда ты пошел? Ребят, куда пошел Конор? А он не выспался? Ну да. Или он решил, что на математике трошки скучно, и я лучше прилягу, отдохну. Никто же не против. В любом случае, нам нужно будет все равно Нору отправить в душ. Так, главное, чтобы отсюда директриса ушла. Потому что если она тут будет стоить, то мне бы не хотелось, чтобы у нас были какие-то проблемы. Кстати, оказывается, сегодня у нашей Хейли и Конора будут еще дополнительные занятия. То есть они после школы должны будут задержаться. Ну а вот наша Нора будет, конечно же, готовиться к празднику. Статистическая вероятность провала. Тест на тему статистики. Нора предполагает, что он будет непростым. Но на один вопрос вообще невозможно ответить. Вариантов ответа несколько, поэтому с точки зрения статистики вариант Б кажется самым надежным. Ну давайте выберем вариант Б. Я же думаю, она готовилась, да? О, повышение продуктивности. Нора отмахивается от предрассудков, терзающих ее разум. Ответ под буквой Б явно правильный, и Нора уверена его выбирать. Умничка моя хорошая! Смотрите, она просто в прекраснейшем настроении. Мы должны ее, конечно, попросить пойти в душ. Давайте трошки ускоримся. И затем пускай она первая. Ребята, а куда? Куда он первый убежал? Нет, ну мне это так нравится. Он проснулся и пошел сразу же, видимо, что? Какой-то супчик себе покупать. Я думаю, что он пошел за кофе, ребят. Он сто процентов пошел за кофе, потому что... Я так понимаю, что Конор решил, что нет. Ну сон для слабаков. Я могу выпить чашечку кофе, и все будет варигуд. А где Марлон? Марлон, ты где? Где я? Вон он. Ребята, вон Марлон. Вон Марлон. Марлон, привет! Да. Мне кажется, он не услышал. Нашу Нору... Давайте, кстати, за ним последим. Вот чем он будет сейчас заниматься? А где он уже? Куда он уже отправился? А, так он решил за компьютером посидеть? То есть пока администрации здесь нет... А, подождите, подождите, это же не он. Я трошки перепутала. Подождите. У того тоже такая темная кофта? Вот он, вот он, вот он. Я уже что-то думаю, прическа какая-то не та у Марлона. А Марлон у нас, оказывается, идет в столовую. А ну-ка. Ты куда, к девочкам подсядешь, небось, да? Да. Он решил к девочкам, видимо, подсесть. Или он пришел к ним нахамить, или он хочет обед у них украсть. Мне кажется, что он, в принципе, с многими учениками, знаете, не в самых лучших отношениях. Смотрите, он сел, и какой-то, знаете, у него такой взгляд, ну, пренебрежительный, что ли. Я не знаю, как-то он на всех очень странно смотрит. Давайте мы попросим нашу Нору, чтобы она, наверное, тоже перекусила. Хотя сначала хотелось бы, ну, все-таки поговорить про жизнь в браке. Нет, давай-ка лучше дружелюбно восторгаться хип-хопом. Давай душевно поговорим. Я надеюсь, что он не будет против. Потому что если он сейчас будет против разговора, то это будет как-то трошки странно. О, он там, оборотень, уходим. Уходим и не мешаем. Куда ты пошел? Он что, избегает нашу Нору? Серьезно? Мне казалось, что у них все хорошо в отношениях. Привет! Нет, ну он улыбается, тоже хорошо, ребят. Раз он улыбается, значит, не все так плохо. А можно на тебя украсть тарелочку? Можно съесть твой кусочек пиццы? Как думаете, он будет против? Вот, видите, мы поговорили с учеником. А бедняга Конор такой грустный. Очень прям с сотрудником. Кто из вас сотрудник? Из вас нет никого из сотрудников. Там он есть, директриса, но... Ребята, он с нами поделился пиццей. Ребята, это любовь. Ну что, детка, тебе понравилась пицца, которую я тебе сейчас предложил? Приветик. Мы можем... Нет, кокетливо не надо. Давайте смешно представимся. Мы же должны с вами вести себя дружелюбно. Давайте мы представимся. А затем можно попробовать поговорить на какие-то темы. Может быть, спросим там, как вам погода такая вот прохладная? Хвастаться. Давай похвастаемся отметками. Не хочешь? Он его перекривил? Серьезно? Вы представляете, какой хулиган? Самый настоящий хулиган, ребят. Одного перекривил, другого оскорбил. Но вот с нашей норой он себя, ну, старается вести как настоящий джентльмен. Нет, никаких главных новостей, ребят. Ни в коем случае мы не будем рассказывать главные новости, потому что... Ну, здрасте. Здравствуйте, уважаемые. Вы сюда прискакали перекусить? Можете перекусить только, пожалуйста, не учеником этой школы и не преподавателем. А мне нравится, что Коннор все ходит с этими чашечками кофе, такое все. Мне настолько сильно хочется спать, что я лучше похожу с каким-то вкусным напитком. Ну что, ребят, у нас уже сейчас начинаются занятия. Нам, по-моему, нужно... Кстати, можно пойти устроить шалость. Пойдем устроим шалость, пока никто не смотрит. А нам не нужно вообще отправляться на занятия? Или у нас сегодня вообще один день? А можно и здесь шалость? Ой-ой. Ребята. Ребята, 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 успели? Да. Садимся. Сесть. Ла-ля-ля. Нас никто не видел. Джейкоб, ты нас не сдашь? Ты же нас точно не сдашь. Надеюсь, что нет. А где учительница? А вот она где. Посмотрите, как на улице красиво. Какая красота. И бабочки порхают. Но ничего страшного. Сделаем вид, что мы с вами бабочек не видели. Мне кажется, что она даже не обратила внимания. Хелли должна быть в шахматном клубе через час. Ребята, а что произошло? А нас что, запалили, что ли? Сядь, пожалуйста. Ребята, ее что, запалили? Лейтан отправляется на работу, это мы знаем. Получается, ее сейчас поругали, что ли? Отлично. Зато я так понимаю, что учительница все-таки оценила наше творчество. И ей, скорее всего, очень понравилась картинка, которую нарисовала наша Нора. Ладно, посмотрим с вами на учебники. Кстати, как думаете, нам удалось? А, ну правильно, нужно было прийти протирать. Ты хочешь пойти отвечать к доске? Нет, тебе не надо отвечать у доски. Мы с вами сейчас посмотрим. Все-таки, кто у нас сегодня хорошо справился, кто не очень хорошо справился. Давайте, может, подружески поприветствуем. Итак, Нора сегодня неплохо училась и сделала много заметок. Хейли сегодня поразила учителей, Конор поразил. То есть, прекрасно. Мы с вами нарисовали какашку, и мы просто неплохо учились. Ну что, ребят, в следующей серии у нас будет день рождения нашей Норы. Как оно пройдет, мы с вами узнаем уже в новом видео. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока.